Власть, бизнес, общественность собрались в одном месте, чтобы решить злободневный вопрос. Почему в крае нет переработки мусора и как это исправить? Завялые темпы мусорной реформы наш регион отнесли к числу аутсайдеров в России. Полигоны практически заполнены, мощности по переработке отходов так и не построены. Но чиновники парируют, рабочая группа создана, схема обращения с ТКО корректируется, инвесторы ищутся. Мы проводили встречу и с региональным оператором в Барнаульской зоне, он выразил заинтересованность выступить инвестором в строительстве объекта в Барнаульской зоне. Проводилась встреча с компанией Агрупп. К 2030 году в крае планируют построить пять мусоросортировочных комплексов с общей мощностью переработки 600 тысяч тонн отходов в год. Первый объект должен появиться в Аллейской зоне, после в самой сложной – Барнаульской. Сейчас чиновники подбирают участки под их размещение и говорят, что это большая проблема. Мало того, что место должно отвечать массе требований, эпидемиологических, экологических по санитарным зонам, так еще и устроить местных жителей. А настроение у них исключительно протестное. Я лично когда услышал эту историю, значит, что планируется сортировочные заводы построить. Я на самом деле обрадовался, ну наконец-то будет построен какой-то небольшой сортировочный завод, может быть на 2-3 района. Но когда я слышал про 300 тысяч тонн, которые будут возиться в Павловск, действительно, вот совершенно мнение поменялось точностью наоборот. Ну подход людей тоже, да? Значит, мы все хотим жить в чистом месте, нам сюда мусор возить не надо. Поэтому вы от нас его отодвиньте. Вот к тем. Они тут в том районе живут, они нехорошие. Но это нормальная история, да? К соседу, пожалуйста, ко мне не надо. Ну сосед тоже говорит, нет, зачем? Вы обрадовался, тащите их. Разъяснять людям важность стройки полигонов и заводов, как и поиск участков под них, задача решаемая, считает бизнес. Так, среди действующих участников рынка есть немало потенциальных инвесторов, на участках которых и можно было бы развивать инфраструктуру. Но пока бизнес и власть договориться не могут. Так, из территориальной схемы обращения отходов исключили владельцы единственного частного полигона, что находится в Славгородской зоне и что закупил новую мусоросортировочную линию. А также бииского рекоператора, что строит мусоросортировочный комплекс с мощностью переработки 150 тысяч отходов в год. Первый судится с Министерством природы за право быть включенным в схему. Второй пока просто надеется на встречное движение чиновников. Хотелось бы прямо обратиться к вам, все-таки в ближайшее время сесть и действительно нам поделиться своей точкой боли и найти понимание и поддержку со стороны профильных министерств. Мы есть, мы хотим, мы понимаем, у нас есть опыт, у нас есть ресурсы, у нас есть объекты, у нас есть земельные участки, у нас есть проекты. И самое главное, у нас есть знания этой области, поскольку работаем мы в этой области уже более 10 лет. Мы понимаем всю полноту ответственности, возлагаемую на себя, мы готовы нести. Бизнес подчеркивает, для того, чтобы необходимая инфраструктура в крае появилась, власти и инвесторы должны работать в тесной связке. Иначе мусорная реформа так и не сдвинется с мертвой точки. О других проблемах переработки отходов, что обсудили участники дискуссионного клуба, расскажем в ближайших выпусках. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.